Приезжали тут великие деятели, правильные и неправильные ориентации, и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню и так далее. Ну не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, министры отдельно иностранных дел обиделись на меня, читаю, тоже в этой мусорке. Что на меня обижаться? Мы в демократическом обществе, тем более я президент, я вправе высказывать свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И за это, видите ли, обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. И нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше. Пожалуйста, пусть они этим и занимаются там. А нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению. Речь идет о союзах между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, и мужчиной с мужчиной. Каково ваше мнение об однополых браках? Я могу вам сорвать акцию. Давайте сорвите. Ну, что касается мужчины и женщины, ну, наверное, мы с вами стоим на одних позициях. Это вполне естественно, это нормально, это классика, я человек классический в этом плане. Поэтому это нормально. Создаются семьи. А главная цель создания семьи – это рождение детей. Это первое. Второе. Что касается женщины-женщины, это, я уже где-то говорил об этом, это наша мужиков вина. Что женщины сегодня... Женщина женщине заменила мужчину. Это наша вина. Почему? Почему наш вина? Ну, мы несостоятельными оказались мужиками для некоторых женщин. Поэтому они начали искать то, что у нас должны были найти, они начали искать в женщине. Поэтому я, с сожалению, воспринимаю это лесбиянство, или как оно у вас так не называется? Лесбиянство. Это... Вы знаете, я нигде инициативно не обсуждаю и не... И более того, я не осуждаю их. Почему? Потому что пока это за гранью моего понимания. Я не понимаю этого. Поэтому, ну, раз не понимаешь, чего там лезть в эту проблему и в эту тему. Но я говорю прямо, что я сейчас это не воспринимаю. Более того, я это... Я это, если воспринимаю, то крайне негативно. Это, я считаю, крайне ненормально. Но еще раз говорю о критерии. Если это нормально, то почему нет детей? Вот эти отношения... Сейчас с новыми технологиями можно детей уже делать. Ну, когда вы родите, Женя, или кто-то подобный нам, ну, тогда, может быть, я и по-другому буду к этому относиться. Ну, пока что мы с вами еще далеки от того, что мы родим. Комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, назвавшего Лукашенко диктатором, белорусский президент сказал. Не то Голубого, который там о диктатуре кричал. Я так вот услышал это, подумал, лучше быть диктатором, чем Голубым. О демократии у нас ни в коем случае меньше не будет, чем у вас. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время. Ну, пока я президент, точно. Не будет здесь голубизны, розовых и прочих. Ну, народ не приемлет это. А вы этим самым показывайте, что вы отходите от христианских ценностей. Нам это чуждо. Мы на это не пойдем. Продолжение следует...